Ну что, утро начинается не с кофе, меня немножко въехали. Всем привет, вы на канале Дайна Лайф, меня зовут Вадим и сегодня расскажу, как это было, как я попал в очередной раз в ДТП и как меня чуть не сделали виноватым. И да, в этом видео я опять буду ныть о том, что ставьте регистратор, без него все было бы хуже, без него все было бы, короче, не так интересно. Но на всякий случай напомню, что касательно этого видео будем общаться под видео, соответственно. Меня просто в тупую въехали в тот момент, когда я оставлял полно места сзади. Я ехал строго по ПДД, просто впереди меня резко остановилась машина, потому что чуть не произошло ДТП из-за машины, которая перестроилась с левого ряда в правый ряд. И человек на Лексусе попытался избежать удара и как бы у него это получилось, но пострадал я. Первое, что нужно сходу сразу делать, это фотографировать, выходить, снимать видео, делать фотки. Как пострадали вы, как пострадал тот второй автомобиль, неважно, вы виноват или вы не виноват. В общем, суть в том, что нужно сразу много фото-видеосъемки. Я вышел, быстро снял. Там справа, так? Так, то, что там. Кстати, вот такая вот маленькая просьбочка. Набросайте вопросы под видео, что бы вы хотели узнать по поводу ДТП. Потому что, я так понимаю, что это обширная тема, много кто не знает ответов на вопросы. Но я особо не знаю, что задавать Зине, какие вопросы задавать. Поэтому, пожалуйста, набросайте ваши вопросы, что вам интересно вот по ДТП. Как себя вести там, по освещению, не освещению, полиция, что лучше, освещение, полиция. В общем, эти все вопросы, пожалуйста, напишите под видео. И в будущих видео я постараюсь это все обработать с Зиной. И она ответит на эти вопросы специально для зрителей моего канала. Так как мы стояли на С8, я сразу человеку сказал, что, мол, так и так, давай отъедем, напишем освещение. Он такой, он что-то сказал, да, давай отъедем. Я отъезжаю, протягиваю вперед. И я понимаю, что чел просто съехал на полосу для разгона и просто тупо стоит, ждет. Когда я возвращаюсь, начинаю с ним говорить на тему того, что, что ты не едешь, давай отъедем в освещение. Он такой, не, 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 я ничего не нарушил. Типа, я в тебя ехал, потому что ты нарушил ПДД, поэтому вызываем полицию или просто разъезжаемся, у тебя нету повреждения. Я как бы в восторге от такого развития событий. Говорю, ах, ты так, ну все, тогда ждем полицию. Я сделал круг, поэтому, если вы следите за моим инстаграмом, именно поэтому я оказался сзади него, хотя въехали в меня. И пока мы сидели, ждали полицию, я подъехал, он говорит, что, полицию? Я говорю, да, полицию. Он в моменте такой, типа, ну тогда ты вызывай, я не буду. Я говорю, все, без вопроса, буду вызывать. Созвонился, соответственно, с Зиной, говорю, так и так, в меня въехали, сейчас все будет, короче, будь на связи. Начал уже, как бы, отправлять ей видео про то, ну, про повреждения, чтобы она начала готовить. Она такая, да, мне вопрос, когда будет заключение, в общем, скинешь мне. Я начинаю нарезать видео, благо у меня съемка ведется не только в две стороны, но еще и назад, потому что, если бы этого не было, то было бы все прям плохо. Полиция приехала буквально за считанные часы, то есть реально порядка двух часов, и они уже приехали. Я такой отличный. В общем, как оказалось, этот украинец, который в меня въехал, очень хорошо говорит по-польски. Прям очень. Так, а куда, интересно, еду? Я провтыкал поворот. Ну, допустим. Украинец, который в меня въехал, очень хорошо говорит по-польски, он, я так понимаю, давно в Польше, рассказывает, что, мол, так и так, еду, никого не трогаю, в правом ряду, передо мной выезжают и резко бьют по тормозам. Я в бахере с этой ситуацией. Ну, полиция это, ну, нормально, когда так действует. Сначала выслушивает одного, потом выслушивает второго, и потом как бы решение. Я такой, а, окей. А теперь, говорю, посмотрим фильмик. Начинаю показывать одному полицейскому. Он такой, ну, типа, тут все понятно. Говорю, нет, мы еще, типа, говорю, сейчас посмотрим, что было сзади. Показываю, что происходит сзади. Он такой, второй полицейский, а, все понятно. Пошел уже писать машины, пошел уже, в общем, заниматься полицейскими делами, скажем так. Само собой, полиция сходу нас продула, начала проверять права. Это давно в Польше, но у него украинские права. А у меня уже польские. Все показал туда-сюда. И когда уже начали все оформлять, этот, короче, просто начинает наваливать о том, что я не виноват. Передо мной жестко вклинились. Он такой, ну, не, на фильмике видно, что, типа, было достаточно расстояния. Они отошли немножко в сторону. То есть, пока полицейский отошел к его машине, соответственно, он пошел за ним. И он просто как начал ему там, он, показывать, тот ему что-то в ответку. И я понимаю, что уже как бы все совсем неинтересно. Когда я сидел и нарезал видосы, как раз подъехали вот эти эвакуаторщики. Они посмотрели, что слабое ДТП, значит, это все фигня. Типа, там особо не заработать. Ну, и само собой, машины едут своим ходом, он уехал. Но я напомню, по моему старому видео, народ, не ведитесь на эту херню. Если к вам приезжают эвакуаторщики, не становитесь заложниками их. Не отдавайте свою машину, не соглашайтесь. После того, как они вместе пообщались, что-то поделали, они пошли в полицейскую машину с ним. Значит, скорее всего, там сейчас начнется оформление, туда-сюда. И тут, спустя какое-то время, ко мне просто выходят полицейские и начинают рассказывать о том, что... Ну, вы же понимаете, как бы там вина 50 на 50. Для тех, кто не знает, если вызвали полицию, и в моменте, оказывается, например, что... Ну, там, спорная ситуация, или полиция решает... То они могут штраф от 1000 до 2000 поделить на двоих. По пунктам не помню, но... Честно, не помню, по-моему, даже пункты могут поделить. Но, как бы, деньгами делиться я был не готов, потому что там моей вины не было. И он начинает мне на серьезных вещах рассказывать о том, что... Как бы спорный момент, там было мало места. Говорю, да то есть мало места. Показываю еще раз, говорю, какое мало места. Место прям с головой. И он такой, а чему пан со мной так размовляет? Говорю, то есть так размовляет. Вы сейчас, говорю, хотите меня сделать виноватым. Говорю, на видео я пойду, говорю, до последнего. На видео явно видно, что я не виноват. Просто у человека старая машина. И он просто не успел среагировать. Возможно, завтыкал. И вдобавок к этому, ну, машина с хреновыми тормозами. То есть она старенькая. То есть там надо прям конкретно давить для того, чтобы нормально остановиться. Ну, наверное, это заняло порядка пяти минут, когда он начал мне рассказывать. Он также акцентировал внимание на том, что у меня хорошая машина. И я как бы всеми фибрами давал понять, что не, я не согласен даже 50 на 50. Без какого-либо объяснения причины он просто так встал, посмотрел на машину, руки в боки. И просто в тупую пошел к себе в машину. Я такой, ну, ладно, допустим. В общем, выходит виновник ДТП, подходит ко мне, начинает мне давать данные. Говорю, да не, мне, говорю, как бы данные особо не нужны. Мне сейчас, говорю, дадут номер справы. И этого будет достаточно, чтобы Зина начала заниматься делом. Захожу туда, говорю, так и так, можно номер справы? Они такие, не, РОДО мы не можем давать. Говорю, типа, я уже был в ДТП, то есть РОДО. Номер справы, это не секретная информация. И если я поеду потом в участок, не в этот момент, а потом поеду в участок, то мне это все без проблем выдадут. Они такие, не, ни в какую. Я такой, ладно, надо хоть что-то делать. Вышел на улицу, взял у этого все данные по поводу него, по поводу его страховой. Фамилия, имя, страховая и все. И звоню к Зине, говорю, так и так, нестандартная ситуация. Я прекрасно знаю, что они должны были дать. Были другие ситуации с моими подписчиками, тот же Кеша. Все остальные, когда сразу полиция не давала, когда ты подходишь, можно номер справа? Они такие, да, без проблем. Эти прям встали в позу, ни в какую, нет. Я подхожу, а чему нельзя? Они рода. Говорю, я понимаю, что рода, но номер справа это не проблема. Нет, мы не можем дать. Выхожу, говорю, Зина, аж как? Она такая, а что происходит? Ну, говорю, походу, человеку не нравится, что я как бы на такой машине, походу. Потому что мне отказываются дать. Говорю, что меня чуть не сделали виноватым. Она, ну, давай еще раз попробуй. Пошел еще раз. Он такой, панчо не разумеет. Я такой, я понимаю, но говорю, я говорю, был в ситуациях, без проблем дают. Короче, фыркнули, фыркнули и все, продолжили типа писать свое, чтобы, не знаю, чтобы не послать меня, возможно. Но говорю, так и так, такая ситуация, мы можем как-то справиться. Зина говорит, ну, бля, раз такая заруба, то типа уже не лезь дальше в зарубу, чтобы не было ничего такого. Уезжай, нам тех данных хватит, все остальное мы вытянем, короче, будем заниматься. И я понял, что в моменте, если бы у меня не было видеорегистратора, если бы я не дал понять, что, мол, так и так, я буду до последнего с вами рубаться, имея вот такие доказательства у меня на руках, то, скорее всего, возможно, поделили бы пополам. Да, они бы не сделали полностью там невиноватым, но меня бы, скорее всего, заставили бы поделить это все пополам. Короче, полиция ко мне приехала специфическая, да, предвзятого отношения ко мне не было, но полицейским очень сильно не понравилось то, что я прям не говорю на польском, а вот тот второй говорит, возможно, еще из-за машины. Это, я так думаю, предвзятые отношения, потому что они несколько раз акцентировали внимание на том, что у пана файны и само, хоть чем у пан так неаккуратно ездит, типа, такого рода. И, ну, это нездоровая тема была. Первый раз я с такой хренью столкнулся, я очень рад, что у меня были все записи, и я смог доказать то, что я не виноват. Не все так просто, как хотелось бы. Когда начали заниматься, вот, я согласил все данные Зине, оказалось, что вдобавок в меня въехала та же страховая, что в первый раз. А после первого раза, так как у меня бабки ушли на 3.300, скажем так, после того первого ДТП, так вышло, что я еще не успел сделать бампер. И оказалось еще вдобавок, помимо того, что та же страховая в меня въехала, Винер, по-моему, она в принципе такая себе, так еще и оказалось, что меня осматривал тот же чувак, что и в первый раз. И он просто, вот, это мне передала уже Зина, что он просто написал о том, что, мол, так и так, это тот же самоход, и я типа вижу по фотографиям, что бампер не устранили предыдущее повреждение. Это очень плохо скажется. То есть из-за чего, собственно, я крашу своего того плюса, специально для того, чтобы, если будет следующее повреждение, чтобы мне, короче, выплату не срезали в два раза, а чтобы все-таки все было бы хорошо, и выплатили по полной. А у меня там бампер прям покоцанный прилично, поэтому это однозначно нужно делать. Такая неинтересная ситуация у меня произошла. Берегите себя, ставьте регистраторы, и до скорых встреч. Всем пока!